А еще 2020-й, кажется, у каждого крымчанина теперь будет ассоциироваться с большой засухой. Сегодня водохранилище почти полностью обмелили. Запасы ценного ресурса в Крыму пытались пополнить даже с помощью специального самолета «Росгидромета». Он должен был специальными реагентами вызывать сильные осадки. Но, к сожалению, для этого необходимо определенное количество облаков. Но, увы, их не было. Чуда не произошло. И теперь главная надежда на масштабный план, который разработали в российском правительстве вместе с региональными властями. Его стоимость почти 50 миллиардов рублей. Все очень верят в то, что реализация этого плана окончательно решит проблемы с водоснабжением полуострова. Первым серьезным прорывом в решении вододефицита можно назвать строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода. Первая подача воды в Симферополь запланирована на начало апреля следующего года. Тем временем некоторые ученые предлагают альтернативные методы добычи воды и даже радикальные способы решения проблемы. К примеру, построить водохранилище еще примерно на 500 миллионов кубометров, чтобы иметь возможность накапливать воду в многоводные годы. То есть сохранять в резерве ценные ресурсы и использовать его в засушливый период. А вот окончательного решения по строительству опреснительных установок пока нет. Хотя в Крыму подготовка площадок для них уже идет. Многие эксперты считают это очень дорогостоящим решением. Как Крым и Севастополь сражались за воду. Хронология событий в специальном репортаже Руслана Минаева. Меньше 10 миллионов кубометров на сегодняшний день осталось в Айянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах, которые снабжают Симферополь. А ведь их суммарный объем в многоводные годы был в 7 раз больше и составлял более 70 миллионов кубометров. По данным Государственного комитета водного хозяйства и мелиорации республики, объем естественных притоков в 2020-м ухудшался почти каждый месяц. Если в феврале их объем превышал 20 миллионов кубометров, то в декабре эта цифра опустилась до катастрофических полутора миллионов. А если обобщить данные за весь год, получаем 140 миллионов кубометров расхода и только 95 миллионов притока. Водохранилища Водохранилища сегодня 12 филиалов. У нас сегодня более 6000 километров водопроводных сетей во всех наших филиалах. Но это средний показатель, так как, допустим, такие города, как Красноперекопск и Бахчисарай, у них процент потери составляет всего лишь 30%. Такой, как Ленина, тот, о котором я сказал выше, у него под 60%. К осени водный дефицит привел к необходимости введения графиков подачи воды. С ним в сентябре столкнулись жители Симферопольского и Бахчисарайского районов. Позже ограничения ввели в Евпатории, а в декабре в Ялте. Чуть ли не единственный город, где ситуация остается достаточно стабильной – Севастополь. Чернореченское водохранилище, которое питает регион, хоть и обмелело, но выход из ситуации был найден достаточно быстро. Кадыковский карьер – уникальное место. В советские годы здесь добывали известняк, однако добыча прекратилась, и карьер стал постепенно заполняться пресной водой из подземных источников. Воды, которая поступает отсюда в город, хватит, чтобы ежедневно экономить до 15 тысяч кубов, которые ранее поступали из Чернореченского водохранилища. И сегодня карьер, по сути, один из главных источников водоснабжения Севастополя. Использовать объект во благо населения помогли военные. За почти два месяца проложили 10-километровый водопровод от карьера к реке Черной. Для выполнения важнейшей задачи применили уникальный для этой ситуации технологии. В республике Крым выход из водного кризиса сегодня видят в первую очередь в подземных источниках. Тем не менее, правительство России уже подготовило комплексный план модернизации системы водоснабжения Крыма стоимостью около 50 миллиардов рублей. Он включает 14 мероприятий и должен обеспечить полуострову дополнительную подачу около 300 тысяч кубометров воды в сутки. В Симферопольском районе уже полным ходом идет строительство Бештерек-Зуйского водозабора и прокладка трубопровода, по которому в крымскую столицу будут ежедневно поступать дополнительные 20 тысяч кубометров артезианской воды. Фуры приезжают каждый день. Эта партия труб прибыла буквально только что. Длина каждой 13 метров, а чтобы проложить весь 19-километровый водовод, их понадобится около полутора тысяч. Укладывать водовод будут в две нитки, поэтому и количество труб увеличится вдвое. По итогу их суммарная длина составит почти 40 километров. 95% траншеи откопано, 100% плодородного грунта. Из 19 километров водопровода 5 километров уже спаяно. На следующей неделе приступаем к укладке в траншею, опрессовке укладки в траншею. Масштабный план по преодолению водного дефицита поможет изменить экономику региона в лучшую сторону, утверждают эксперты. Ну а пока под угрозой ее ключевые отрасли. Туризм составляет 10-12% от общего объема экономики Крыма. Но если взять мультипликативный эффект, то есть опять же взять сельское хозяйство, то есть туристам нужно что-то есть. Они должны размещаться там и так далее, ходить там в кинотеатры, посещать музеи и так далее. То есть все это в совокупности. В Крыму это обеспечивает от 20 до 25%. Обновление системы водоснабжения может сказаться и на тарифах, подчеркивают специалисты. Не допустить скачок цен и при этом не надломить экономику поможет строительство новых водохранилищ. По словам экспертов, среднее годовое потребление региона составляет 500 миллионов кубометров. В многоводные годы Крым получает около 800 миллионов. И те 300, которые остаются, попросту испаряются или уходят в море. Нам необходим дополнительный объем водохранилищ, который бы эту воду мог принять. То есть у нас есть существующий объем водохранилищ 398 миллионов кубометров. Из них мертвый объем, если вычесть, то получим чистого объема 350 миллионов кубометров. Соответственно, нам нужно построить еще где-то примерно такой же объем, 350 миллионов кубометров. За счет этого мы можем принять водообильный год, годы максимальной водной обильности, эту воду и распределить ее на годы меньшей водообильности. Помимо строительства новых водохранилищ, эксперты считают очень важным объединить их. И тогда совместно с реализацией федерального плана по водообеспечению полуострова, первые результаты которого появятся уже в апреле 2021 года, Крым сможет не только найти водный баланс, но и сохранить важнейший ресурс на долгие годы. Руслан Минаев, Александр Рыбин, Олег Кужа, Александр Лукьянов, Денис Харламов и Евгений Чучко. Вести. Крым. Руслан Минаев, Денис Харламов и Евгений Чучко.